Здесь он изображен с хирургическими инструментами. А общество хирургов Греции носит имя святителя Луки. Многие греческие врачи стали христианами благодаря чудесным исцелениям, которые произошли прямо на их глазах. Я хочу сказать, насколько сильно мы полюбили вашего святого. Два года назад греческая хирургия стала чтить святого Луку Крымского как своего покровителя. 12 лет назад Лев Террис попал в больницу. Диагноз – остеохондроз левого бедра. Болезнь, которая вызывает разрушение кости и неизбежную инвалидность. Лев Террис не мог пошевелить ногой. Воспаление было ужасным, ему запрещено было даже вставать. Мы его носили на руках. Врачи сказали, помочь может только операция. Когда об этой новости узнала тетя Лев Терриса, она настояла на том, чтобы родители повезли мальчика к мощам святителя Луки. На следующий день папа и мама поехали с сыном в монастырь Сагмата. Именно сюда митрополит Нектарий привез частицу мощей святого. И так свершилось чудо. Утром врач сказал нам, что операция не потребуется. А Лев Террис нам сказал, что ночью к нему во сне пришел кто-то высокий в очках. Он не ступал на землю, а как будто летел по воздуху. Он погладил его, перекрестил ногу и ушел через стену. Мы показали ему икону святого Луки, и он сказал, да, это он. Без помощи святого Луки я бы не справился. Скоро мы поедем в Симферополь к его мощам. Сегодня Лев Террис абсолютно здоров. Хотя при его диагнозе это практически невозможно. И врачи на это только разводят руками. Врач сказал, я не могу это объяснить. Произошло чудо. И каждый раз, когда мы ходим к врачу на обследование, мы говорим по телефону. Мы от святого Луки. Мы те, кто видел чудо своими глазами. Свершилось чудо. Бог велик. И радость, которую нам подарил святой, велика. Слава Господу. Городская больница Переславля-Залескова. Здесь когда-то работал святой Лука. Операционная была несколько от нас левее, получается. Там, где сейчас у нас находятся другие помещения. Мы гордимся, конечно, то, что такой знаменитый человек, пик, можно сказать, своей трудовой деятельности, проводил в нашей больнице. За свою жизнь этот удивительный человек спас десятки тысяч безнадежных больных. Многих из них он помнил в лицо и по фамилии. Такое отношение к пациентам Валентин Феликсович прививал и своим ученикам. Перед вами нет медицинского случая, а есть живой, страдающий человек. Вот это кредо он сформировал, еще будучи студентом. Служение людям. Этот путь он избрал для себя еще в юности. Он любил людей больше, чем самого себя. И его жизнь – лучшее тому доказательство. Для того, чтобы мир существовал, посылают вот таких людей. Вот с такой, наверное, программой какой-то изумительной. И даются им особые силы и глубокая убежденность. И вот он был убежден, и он же до конца жизни оставался убежденным человеком, что помогать, прежде всего, надо простым, бедным, обездоленным людям. Смерть больного для него была шоком. Он до конца жизни так и не научился относиться к этому, как к данности. Каждый случай изучал и глубоко анализировал, чтобы не допустить вновь. Первое, о чем стал думать молодой врач, как облегчить страдания больного – анестезия. Это направление медицины с середины 19 века почти не развивалось. Для усыпления больных использовали хлороформ. Очень токсичное вещество, которое при передозировке приводило к летальному исходу. Война Есенецкий стал разрабатывать метод местной анестезии. Во-первых, он переносится легче, чем общий наркоз. Во-вторых, нет таких тяжелых побочных эффектов. В 1915 году вышла в свет первая большая научная монография воина Есенецкого – регионарная анестезия. Он разработал конкретно каждой области, где можно блокировать. И благодаря этому он смог делать серьезные и даже полостные операции. И результаты у него были изумительные. Трудно себе сегодня представить, что кто-то из хирургов сегодня владеет техникой местной анестезии, чтобы удалить легкое или сделать операцию на желудке. Куда бы ни приезжал Валентин Феликсович, коллеги сразу просили книгу. Но у него остался всего один экземпляр. Из-за очень малого тиража не хватило нужного количества книг даже для передачи в Варшавский университет, чтобы получить присужденную воину Есенецкому за эту работу премию – 900 рублей золотом. Книгу читали по очереди. Она была написана так просто, что понять ее мог даже школьник. Больше всего впечатляли рисунки – точные и понятные. Валентин Феликсович выполнил их сам. Так что свои мечты об изобразительном искусстве он сумел воплотить в анатомии и хирургии. В своем, как сказали бы сегодня, плотном графике он нашел время на один портрет. Говорят, он был ему особенно дорог. Женщина, изображенная на картине – жена воина Есенецкого. Возможно, это ее последний портрет. Его Валентин Феликсович написал незадолго до переезда в Ташкент. Ташкент – город, где произошел перелом в душе святителя, тогда еще молодого врача. Здесь он стал священником. Отсюда его впервые забрали в ссылку. Здесь же он потерял свою любимую женщину. Женщину, которую любил больше жизни. 1917 год. Молодой врач Валентин Война Есенецкий с женой и четырьмя детьми переезжает в Ташкент в надежде на то, что перемена климата излечит больную туберкулезом супругу. Анна Васильевна таяла на глазах. Одному Богу известно, сколько боли испытывала эта женщина, страдавшая смертельным в то время заболеванием. Она не могла уже в последние дни подходить к детям, боясь их заразить. Только ночью, прикрывшись носовым платком со свечой, она обходила их кроватки и смотрела, как они спят. Екатерина Гусева сыграла роль жены Война Есенецкого в художественном фильме. Читая сценарий, она проплакала всю ночь. А после съемок фильма поехала в Симферополь, приложиться к мощам святого. Удивительное открытие в моей жизни. Он наш современник, что он земной, реальный мужчина. Отец четверых детей, муж, врач. В первую очередь человек. И в то же время я смотрю на иконы и понимаю, что он святой. В Ташкенте Валентин возглавляет городскую больницу. Здание, где я когда-то трудился святой, существует и сегодня. Тут по-прежнему лечат и оперируют. Вот та операционная, которую он оперировал. Вот стол, который он оперировал. Вот стол для инструментов. Ну, здесь он преподавал не только студентам, и педагогам тоже. В хирургическом отделении много врачей-мусульман. Но даже они и почитают святого Луку. А очерки гнойной хирургии считают чуть ли не Кораном хирургической науки. Мы гордимся, что мы являемся учениками Валентина Феликса Вольно-Синецкого. И будем продолжать его работу как ученики. В Ташкенте Вольно-Синецкий собирает материал для своего медицинского бестселлера. Очерков гнойной хирургии. С момента его первого выхода прошло уже больше 80 лет. Но очерки сдаются и сегодня. А хирурги в один голос признаются. Лучше книги они еще не встречали. Лучше этой книги я еще не встречал, чтобы было написано таким языком, чтобы читаешь, как будто бы ты идешь на экскурсию. Гнойные инфекции в те далекие годы в большинстве случаев были смертельными. Антибиотиков в арсенале медиков еще не было. Война-Синецкий бросил вызов этим страшным заболеваниям. Валентин Феликсович изучил немецкий, французский и английский языки, чтобы читать передовую европейскую литературу. Он сутками просиживал в библиотеке, изучал трупы и вел дневники болезни. Над этой книгой он работал во время войн, эпидемий и даже в ссылках. В 1934 году книга увидела свет. Он, как все великие, он просто время свое обогнал на 50, даже на 80 лет. И вот сейчас, вот эпоха того творческого соединения, современных достижений антибактериальной терапии и гениальных открытий и предвидений великого воина-Синецкого. Тысячи людей обязаны ему жизнью, но спасти единственную женщину, которую любил, он так и не смог. В конце октября 1919 года на городском кладбище появилась скромная могилка с надписью «Анна Васильевна, воина-Синецкая». Смерть жены заставляет его переосмыслить жизнь. Оказавшись в одиночестве с четырьмя детьми в революционной вакханалии, он ищет свой путь и находит его в религии. В 1921 году, в разгар репрессий против церковных служителей, воина-Синецкий принимает странное для окружающих единственно допустимое для себя решение – он становится священником. Тогда надеть рясу было все равно, что подписать себе приговор. Сан принял годы самых гонений на церковь. То есть это было практически равноценно самоубийству. У него квартира, у него хорошая зарплата, у него хорошие места для работы, у него подсчет, уважение. И вот, принимая вот это все, принимая этот шаг, идти по этому пути, то он, конечно, лишается все этого. С тех пор он никогда не изменяет ни скальпелю, ни кресту и проходит с ними через всю свою тяжелую жизнь, врачуя душу и тело. В больницу и в университет отец Валентин стал приходить в рясе и с крестом на груди. В операционной повесил икону Божьей Матери и молился перед каждой операцией. В Ташкент он возвращался много раз. Но после принятия сана его выгнали из квартиры, которая полагалась ему как главврачу. И до конца дней святитель скитался по скромным углам и баракам. С маминых слов в комнате находился вот в углу топчан, на котором отдыхал воин Есенецкий. Столик стоял и стульчик мамы поставила ему. Больше ничего не было, кроме огромного количества книг и икон. Полумеры и компромиссы не его стезя. Всему, чем занимался, он отдавался полностью. Гениальный врач становится образцовым священником, который никогда не отступал от своей веры. Он открыто заявлял, «Рясус меня можно снять только с кожей». В 1923 году знаменитый хирург принял тайный монашеский постриг и был возведен в санепископа. А через 10 дней его арестовали. Он потерпел такие пытки, которые не каждый может принести. Его заставили на сутки в деревянный ящик, где можно было только стоять. Сидеть там не повернуться, нельзя было. И когда он терял сознание в этом ящике, его обливали холодной водой и волокли на очередной допрос. Это стало началом 11 лет тюрем, иссылок и разлуки с детьми. Он оставил их на попечении медицинской сестры Софьи Белецкой. В день ареста святитель простился с детьми, сел в поезд, но тот минут 20 не трогался с места. Люди восстали, сели на рельсах и не пускались по поезду, в котором он должен был уехать из Ташкента. Поэтому народная любовь, народная почти была очень высокая. До конца жизни он находился под пристальным вниманием органов госбезопасности. Против него было заведено 6 уголовных дел. По 5 из них он реабилитирован. А по 6 делу работа комиссии по реабилитации еще не завершилась. То есть сегодня Святой Лука фактически является уголовником-рецидивистом. До сих пор длится процесс реабилитации по последнему уголовному делу. Я добиваюсь, как обычно, но, к сожалению, не все очень быстро получается. Но я думаю, что я добьюсь, потому что я человек настойчивый. По биографии святителя Луки можно изучать историю и географию России. Он пережил русско-японскую, Первую мировую войну, революцию, гражданскую и Великую Отечественную войны, гонение на церковь, лагеря и ссылки. Самая долгая ссылка была в Красноярский край. Именно здесь сегодня ходит специальный поезд, носящий имя Святого Луки. Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Война-Ясенецкий» Святой Лука в народе зовется просто «Поезд здоровья». Кого хотели сейчас пройти? Мне сейчас надо к окулисту и к терапевту. Он ходит по самым отдаленным деревням и селам Красноярского края и Хакасии. Очень хорошо, что приехал, потому что нам здесь до ближайшей больницы очень далеко ехать. И то есть мы живем, что рядом больниц нет. Если заболел, то значит нужно умирать. За восемь лет через центр прошло более ста тысяч больных. Здравствуйте. Здравствуйте. Саша Васильевна. Какие жалобы? Круг, который совершает поезд за один выезд, занимает полгода. Все это время бригада медиков живет и работает прямо в поезде. Здесь не помнят, чтобы за день к ним приходило менее 60 больных. Их здесь принимают хирурги, терапевты, онкологи, гинекологи и стоматологи. Работа в поезде для врачей – это своего рода образ жизни. Сейчас ходите в девятый вагон, сделаете снимочек. В составе поезда есть вагон-храм, где и врачи, и пациенты молятся об исцелении Святом Луке. Крещается раздругая деревья своими отца, ами, и сына, и благодуха. Создать этот поезд предложил герой Советского Союза врач-космонавт Олег Атьков. Я сам для себя решил, что мы обязательно должны будем делать поезд и который я хотел бы назвать его именем. 30 лет назад Олег Атьков ни о каком святом хирурге не знал. Да и темой религии не особо интересовался. Но все изменилось после полета в космос. Нужно было снять с себя скафандр и перчатки вложить в специальные карманы. И вот открывая карман, я обнаружил, что там сложен листок бумаги. Я его открываю, а там от руки написано молитва. И потом, поскольку работа на станции у нас была довольно длительная, все-таки 8 месяцев, ну и где-то, наверное, уже в середине полета пришло ощущение, скорее вот ощущение того, что мы не одни. Атьков, как любой ученый, захотел детально разобраться в ситуации. Закончилось это тем, что он стал верующим. Тогда еще Атьков не знал, что он в свое время ходил по тем же самым улицам, по тем же камням, по которым ступал профессор Война-Ясенецкий, что окончил первый курс в том самом учебном заведении в Симферополе, где работал архиепископ-хирург, и что родился в один день со святителем, 9 мая. Он был нашим современником, был моим современником. Вот это удивительное чудо, которым я считаю, что мы и 20 век может гордиться, и россияне могут гордиться, потому что такая отличность, которая оставила после себя след не только в медицине, но и в церкви, и в душах людям, что он был, и что он остается. В Красноярске край Луку ссылали дважды. Здесь он провел около 7 лет. У Красноярской средней школы номер 10 богатая история. Когда-то в ее здании работал Ивако-госпиталь номер 1515, главным хирургом которого был воин Исенецкий. Начало войны Лука встретил в ссылке и тут же отправил председателю президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину телеграмму. О том, что он готов оперировать и продолжить свою профессиональную деятельность военно-полевому госпитале, поскольку он был известным блестящим хирургом, и готов отбывать дальше ссылку после окончания войны. Вы только вдумайтесь, он готов помогать людям, а потом вернуться в ссылку. Ответ пришел незамедлительно. Ссыльного священника-хирурга назначают руководителем всех госпиталей Красноярского края. Когда он даже был начальником Красноярского госпиталя, он жил под лестницей, потому что он был ссыльным, он жил под лестницей, он кормился остатками с больничного стола, то были моменты, когда запрещали ему приносить эту недоеденную кашу. Но бытовые трудности его ничуть не смущали. Главное, что здесь талант и опыт удивительного хирурга стали по-настоящему востребованы. Большинство врачей просто не знали, как работать с огнестрельными ранами. Лука прямо во время операций проводил для них мастер-классы. Коллеги смотрели на него, как на Бога. Светлая Лука. Это Людмила Лесных, медсестра, которая работала с Лукой. Ей сегодня 97 лет. Она уже многого не помнит. Но то, как к ней относился святитель, не забудет никогда. Он подошел ко мне, руку мою пожал, поцеловал, перекрестил меня, пожелал мне всего доброго, чтобы я была всегда такая, какая я сейчас есть, какую он меня видит и знает. Будь всегда такой. Не уходи от добра и никогда не делай никому зла. Все. Я вот это вот очень хорошо запомнила. Единственное, о чем Людмила Семеновна просит Луку, дать ей здоровье. Хотя тому, как она выглядит и себя чувствует, и так можно позавидовать. Где уж там уж нам уж. Мы уж так уж как-нибудь. Статистика возвращения в строй раненых потрясает. Смертность больных снизилась в 8 раз. Благодаря его операциям тысячи солдат и офицеров вернулись в строй. Из человека целая эпоха. Недаром говорят, уходят не люди, а мир их. Ушел целый мир с ним. Ушел столько он вместил себя. А как он рассказывал, как в Красноярске, где он там заведовал этими госпиталями, как его там любили больные. И когда он входил в палату, эти красноармейцы салютовали ему поднятыми ногами, которые он спас от ампутации. Он лишь улыбался. Это была высшая его радость. Облегчать жизнь людям, помогать нуждающимся. Разве не к этому он стремился всю жизнь? После войны архиепископ-хирург был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне и Сталинской премией первой степени по медицине в 200 тысяч рублей. И тут же 130 тысяч пожертвовал на детей, сирот войны. У него душа очень богатого человека. И он вот этим своим богатством понимал, что он должен обязательно будет делиться. Последние годы жизни были полны напряженной работы. Несмотря на свою слепоту, он ведет службы в церкви, занятия со студентами и по-прежнему консультирует больных. Каждый такой день отнимал силы и здоровье. Прошел месяц с того дня, когда он отметил свое 84-летие. Святитель чувствовал себя все хуже. Последнюю литургию архиепископ Лукат служил на Рождество. Последнюю проповедь произнес в прощенное воскресенье. 11 июня 1961 года святого врача не стало. Умер тихо, без стонов и агонии. Сегодня почти невозможно себе представить, что перед самой смертью святителя хотели выгнать из дома. Это жектовская или жектовская квартира была. Ну, пришло предписание срочно освободите квартиру. Этот человек стал легендой 20 века. Легендарный хирург и выдающийся православный архиерей. Белый халат и черная ряса оставались с ним до конца дней. Он мог отказаться от денег, от комфорта, от славы. Но отступить от своего пути никогда. В марте 1996 года его останки, признанные церковью святыми мощами, перенесли с городского кладбища в Свято-Троицкий кафедральный собор. У меня первая мысль была такая, что ему не было покоя при жизни, нет покоя после смерти. Она права. Самая ответственная работа святого Луки уже началась. К нему обращаются с молитвой и просят помощи тысячи людей во многих уголках мира. Ведь он сегодня так нужен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok